Представляет Совместное производство Вильдбунш и Франс Три Синема При поддержке региона Эль-де-Франс Кортекс Продолжение следует Фото Фотография Сигареты Зажигалка СП-38 СП-38 Здравствуй, Тома Как ты себя чувствуешь, Папа? Выспался? Как сурок, а ты? Я спал мало, вынужден был взять дополнительную работу Ты не дождался меня, я бы собрал тебе чемодан Пойдем, нечего тянуть Ты уверен, что ничего не забыл? Уверен Подожди, я проверю Нет, пойдем, говорю тебе, мы уже опаздываем Они сказали в 10.00 быть там Или что-то в этом роде Я возьму Пойдем Да, он уже все сложил Да, безупречно Нет, сейчас не тот момент Давай поговорим об этом позже Я тебе перезвоню Пока Пока Она тебя целует Очень мило А кто это был? Карин Карин Моя жена, папа Ах да, конечно Мать Лео, моего внука Потому что я дедушка А ты Мой сын Тома Так точно Что ты сказал у меня? Болезнь Альцгеймера, папа Ты еще можешь передумать, папа? Да Добро пожаловать в резиденцию, месье Буанин Вы меня помните? Нет Я Францин Спасибо Я не знаю, кто будет подписывать Здесь Спасибо Я скоро отведу вас на урок гимнастики Договорились? Договорились Следуйте за мной Вы любите рисовать шары? Нет Ничего страшного Он здесь рисковка У нас много студий Музыкальная, кулинарная, танцевальная Каждая из наших медсестер имеет какую-то специальность Опять вы, Даниэль Вы уже приехали, Даниэль Походите Следуйте за мной Куда мы едем? В свою комнату, папа Итак, мы на втором этаже Здесь находятся самые активные пациенты Некоторые из них живут у нас уже более пяти лет Завтраки и ужины подаются в комнату в 9.00 и 18.00 Обеды накрываются исключительно в ресторане ровно в полдень Прогулки разрешены во всех местах общего пользования в течение дня Здравствуйте Это Беатрица Ночью исключительно на этажах Я чуть не забыла, со мной тоже иногда такое бывает Папа Курить без надзора категорически запрещено Вот ваша комната Вы ее видели во время посещения, вы помните? Может быть Каждый вечер при отходе ко сну дежурная медсестра оставляет ночник включенным Вначале вам, наверное, будет немного непривычно, но это вполне естественно Могу я остаться один? Конечно, я жду вас в приемной Хочешь, я помогу тебе разложить вещи? Нет, нет, иди Я сам Хорошо Когда мы теперь увидимся? Я заеду повидать тебя в субботу Закрой, пожалуйста, дверь Хорошо Здравствуйте, Шарик Вы не голодны? Голоден Вас как зовут? Сандра Я медсестра, вас поручили моим заботам Пойдемте Кто вы? Сандра Пойдемте со мной, я покажу вам, где проходит обед Вот Нет, нет, нет Вас поместили здесь, за столиком второго этажа Пойдемте со мной Заходите, не бойтесь Нет, Даниэль, садитесь, садитесь и ешьте Друзья мои, я хочу вам представить нашего нового пансионера Шарль Буайе Шарль Буайе Вот так, спасибо, устраивайтесь Пойду поищу ваш пакет Пусть возьмет мой поднос Месье Троэ, вы не голодны? Сегодня Рамадан Нет, сегодня не Рамадан, так что ешьте сейчас Вас зовут Максим, так сказала эта девочка Нет, Шарль Шарль Буайе Меня зовут Король Шарль Буайе Какое-то знакомое имя Он кем был раньше, по профессии? Вы кто по профессии? Служащий Никогда и где именно Да, я был Я был Я больше не знаю Месье Троэ Месье Троэ Слойте наверху Спускайтесь Вы причините себе боль Вот так Пойдемте со мной Куда мы идем? Нас уже все ждут Пойдемте, сделайте небольшое усилие Вот так Вернитесь Семь Восемь И раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь И раз Два Три Четыре Пять Семь Отстань от меня Отстань от меня Месье Троэ Успокойтесь Отдайте головку душу Серж! Отойдите, все будет хорошо, Серж, пока им займется, а мы продолжим упражнение. Становимся в ряд, напротив меня. Смотрим на меня. Вот так. Вот сюда. И все вместе начинаем дышать. Вот так, очень хорошо. Вдох. И выдох. Еще раз. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кто находится в том белом здании? Я не знаю. Какие-то люди. Ты знаешь, иногда ночью, когда в резиденции все спят, они заходят по несколько человек в комнату и вызывают. Они заходят по несколько человек в комнату. Они их уводят в блок С. Их больше никто не видит. Кто? Я не знаю. Какие-то люди. Вы о ком говорили? Месье Даниилль, садимся и больше не двигаемся. Продолжение следует... Знаешь, у Троуэ опять приступ. Да, бедняжка. А король опять тебя покусала? Да, да. Снова хотела меня поцеловать. Я не захотел. Тогда она меня укусила. А как тебе этот новенький? По-моему, он ничего. Представляешь, он был сыщиком. Вот как? Да. Он хорошо держится. Прямо зверь. А сын его ты видела? Нет. Похоже, очень приличный. Похоже, очень приличный. Я пришел как раз вовремя, чтобы предотвратить ужасное преступление. Преступление ужасное и изощренное. Врач, который творит зло наихудшее из преступников. Удары, нанесенные этим человеком, самые острые и глубокие. Дорогой, дорогой. Батсон. Мы увидим немало ужасов еще до наступления ночи. Так что, ради Бога, спокойно докурим трубку и на несколько мгновений. Спасибо. Девушки отдыхают. Все в порядке. Откуда зажигалка? Я не знаю. Чья она? Моя. Зажигалки запрещены, я вас предупреждала. Идите в мой кабинет, если не хотите курить. Вы идите из комнаты, чтобы ее можно было убрать. Быстрее. Она нас ненавидит. Она нас ненавидит. Тихо, успокоились. Отойдите друг от друга. Пожалуйста. Нет, нет, король. Довольно, довольно, король. Шарль, я провожу вас в вашу комнату. Хватит дурить. Добрый вечер. Держите ваши снотворные. Нет, нет, спасибо, я не возьму. Только без фокусов. Нет, уверяю вас, поверьте. Во-первых, кто вы такая? Что вы у меня делаете? Жеремя ошибся, я ему сообщу. Выйдите из комнаты. СП-38, туалет. Что это значит? Выйди, идиотка. Спокойной ночи. Вот так. СП-38, туалет. Продолжение следует... 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 Olá... Продолжение следует... 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 Добрый вечер, Шарль. Мы отвезем вас в резиденцию. Вы не против? Ты должен мне поверить, Тома. Поезжай с ними, папа. Ну, вот и хорошо. Месье Буайя, не нужно было так нас пугать. Вы даете себя отчет, ведь с вами могло случиться что-то серьезное. Ну да. Пойдем. Месье Буайя. Нет, месье Буайя. Месье Буайя. Я иду. Все хорошо, спасибо. Я сам, я знаю дорогу. Месье Буайя, вас надо уложить. Идемте со мной. Вот его таблетки остались здесь. Этим все объясняется. На этот раз вам этого не избежать. Вы их примете. Нет. Открутите. Мы сделаем ему укол. Нет, это не больно. Потихоньку не волнуйтесь. Нет, месье Буайя, мы потихоньку не будем. Совсем не больно. Вот так. Вы после этого уснете. Тихо, тихо. Вот и все. А вот так они их убили. Нет, это не секта, это инструмент. Инструмент для чего? Инструмент, чтобы себя подправить, реорганизовать. Не доверяю я подобным бредням. А чего же? Это совсем не то, что ты думаешь. Тебе надо сходить со мной хотя бы разок. Ты увидишь. Извини, Диана, но это меня не привлекает. Вот видишь, ты сам сектант. Ну и сколько стоит эта твоя штука? Как это сколько стоит? Не поверю, что это бесплатно. Нет, не бесплатно, зато ценно. И эта ценность почем за килограмм? Эта ценность меняет жизнь. Сколько ты потратишь, чтобы обрести лучшую жизнь? До сих пор он ни о чем не подозревает. Почему ты ему об этом не скажешь? Потому что немного побаиваюсь его реакции. А у тебя по-прежнему никого? Нет необходимости. Мне ее одному хорошо. Оставьте. Здравствуйте, Шарль. Как вы? Он пришел в себя. Жереми, проводи его, пожалуйста. Это ни к чему. Франсин в парке, она его заберет. Лучше иди, помоги мне. Ты уверен? Он выглядит неважно. Вы знаете, почему мы встречаемся, Шарль? Мое вчерашнее бегство. Нет, позавчерашнее. Вы подвергли себе опасность. Причем серьезной. Я знаю, это так. Я очень сожалею. Еще вы выплюнули снотворное. Это нехорошо. Я их не принимаю. Одна медсестра будет настаивать на их приеме. Как вам угодно. Мой сын сказал вам, почему я хотел его видеть. Нет. Вы хотите со мной об этом поговорить? Я забыл. Хорошо. Этого больше не повторится. Я вам обещаю. Нам всем бы этого хотелось, Шарль. Спасибо. 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 Софию, Сандра. Забыла вам сказать. Я только что зашла в блок С. Так больше нельзя. Мадам Буэй, он слишком сильно страдает. Невыносимо видеть ее в таком состоянии. В данный момент у нас тяжелый смертный случай. Луэй так быстро сгорел бедняжкой. Ну точно как Буэйя. Что он увиделся с его сыном, тот все ему рассказал. Он становится полным параноиком. Надо за ним понаблюдать. По-моему, он следующий кандидат на уход. У тебя есть новости, кто ее заместительница? Нет, никаких. Глава богу. Ну что же вы так неудачно? Вы любите свою работу? Когда как? Почему вы выбрали для себя затворничество с такими людьми, как мы? Потому что хотел чувствовать себя полезным. Полезным в чем? У вас есть вера, Шарль? Я не понимаю, что это означает. Вы можете мне доверять. Я знаю. Бояться не нужно. Жереми ненормальный. Надо еще порыться в его шкафчике. Сандра страдает паранойей. Паранойей. Францин больна. Она принимает лекарства. Беатрис. Беатрис. Она меня обворовала. Злая меня обворовала. Беатрис. Я тебе не помешаю? Понимаешь, я веду расследование. Я должен прочесть свои заметки кому-нибудь. И потом не знаю, что ты не расскажешь никому. Я все время задумываюсь. Луик, король, Луи. Почему нет других жертв? С чего мне не хватает? Найти доказательства. А до этого надо просмотреть личные дела, скончавшиеся в этой больнице. Но эти личные дела находятся в кабинете главного врача. Попросить их у него невозможно. Он может оказаться одним из виновников. Остается еще мотив. А вот его я никак не найду. Я даже подумал о торговле органами. И все-таки, не бывает убийц без мотива. Этого не существует. Нет, существует. Слины убийцы. Клэр, пора ложиться спать. Старайся не засыпать. Не принимай свои лекарства. Сохраняй полудрему. Шар, летите в твою комнату. Клэр. Пойдем чистить зубы. Пойдемте со мной. Очень хорошо. Спокойной ночи. Приятных вам снов. Продолжение следует... Продолжение следует... Зитоний Юг. Причина смерти. Триуэ Луик. Причина смерти. Брюне Луи Причина смерти Ле Малье Николай Ле Малье То же самое Рене Алис Причина смерти Король Рудман Обширный инфаркт Луи Обширный инфаркт Луи Обширный инфаркт Сисель Шевалье Эмболия лёгочной артерии Николай Обширный инфаркт Наверное Рудман Музыка 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 Что вы здесь делаете? 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 Всем привет! Доброе утро! Я тут совершенно ни при чем. Браво. Надо все же поговорить о ночных дежурствах. И о нехватке персонала. Да, просто сейчас мы веселимся, а об этом поговорим позже. Теперь ваша очередь. Один сумасшедший забивает в этой больнице. Я это знаю, у меня есть доказательства вот здесь. Завтра я позвоню в полицию. У меня там остался друг Тома. Посмотрим, подумает ли он, что я брежу. Шары. Я иду спать. Шары. Месье Бойе, сейчас он станет лучше. Месье Бойе, вы меня слушаете? Новенький прибывает завтра утром. Ему отправим в шесть часов в блок С. Недолго он у нас проводит. Да, беднега побьет все рекорды. Играет реветitude. Спасибо большое. Играет реветция. Спасибо. Я пришёл как раз вовремя, чтобы предотвратить ужасное преступление. Преступление ужасное и изощрённое. Дорогой Ватсон. Врач, который творит зло наихудшее из преступников. Удары, нанесённые этим человеком, самые острые и глубокие. Не спать, не спать, не спать, не спать. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Шарль Шарль Не надо оставаться тут Пойдем со мной Нет, сюда Я помогу вам лечь в постель Не делайте мне больно Нет, не волнуйтесь Это да? До завтра Подними Спокойной ночи Субтитры создавал DimaTorzok Красные буквы Красные буквы Красные буквы Беатрис Беатрис Убивает têm Продолжение следует... 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 Как ты себя чувствуешь, папа? Что я тут делаю? Ты пришел выпить свой кофе. Садись. Доктор Шино предстанет перед исправительным судом Парижа за подвержение угрозе чужой жизни. Это директор заведения, занимающегося приемом пациентов с болезнью Альцгеймера. Он привлекается к ответственности за небрежность, повлекшую за собой смерть многих пациентов в пансионе, вверенным его заботам. Данный процесс проходит через полгода после смерти серийной убийцы Беатрис Манье, причастный, по мнению судебных следователей, к подозрительной кончине 20 человек. Медсестра смерти была убита бывшим инспектором полиции Шарлем Буайе, который проживал в заведении, где она работала. Как же меня называли, когда я служил в полиции? В фильме снимались «Паскаль Эльбе» и другие. «Кортекс» Режиссер Николя Бухриев Продюсер Сильви Пиала Авторы сценария Николя Бухриев и Фредерик Муро Композитор Николя Баби Оператор Доминик Кулен Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова